Последняя часть к этому небольшому уроку, как сделать собственный узорчик. Итак, значит, мы уже сделали кисточку, мы уже сделали узорчик. Осталось только впихнуть все это дело в нужное место. Итак, у нас нужное место это вот это. Пишем нужный перевод, я его делал заранее. Перевод вот такой будет стоять. Поставили его под нужным углом, под нужным этим самым искажением. Кликаем дважды на наш текстовый слой. Кликаем строк, это у нас обводка черненькая. Дальше внешнее свечение это обводка беленькая. Дальше кликаем pattern overlay. Это поставить наш узорчик сверху. Выбираем наш только что созданный узорчик и вуаля, у нас получилось. Бывает такое, что у нас, сейчас секундочку, попытаюсь найти. Вот такая, видите, здесь полоска такая получается. Это означает, что ваш узорчик слишком маленький и вам нужно либо его создать по новой, либо попробовать поиграться с размерами вот в этой, на этом либунке, чтобы он более-менее совпал, чтобы этих косяков состыковок не было. Думаю, мне вот, вот так вот сойдет, да? Вот таким образом, да? Давайте поменьше. Вот, мне вот так нравится. Единственное, что у меня черный оказался, серый оказался слишком темный, я сделаю прозрачный побольше немножко, чтобы он был не такой серый, чтобы он был не такой темный. Кликаем окей и готово. Конечно, не очень похожий на оригинал, но все равно более-менее нечто подобное. Всем спасибо. Всем спасибо за внимание. До следующего раза. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова